Говорить охота? Да, будем с Геномой. Да, давай. О спасении души своей? Да, как спасти? Вы часто обращаетесь к товарищу, без него вам трудно определиться. Да мы просто за двоих базарим. Ну вы знаете, что на земле человек временное создание? Знаем. Слава Богу. А откуда вы это знаете? А? Только без руганью, чтобы ни одного слова плохого не было. Ну конечно. У вас такая книга есть? Похожая. Ну, название понятно, да, есть, конечно. Нету. Вот она открывает человеку истину, в чем смысл жизни. Что человек грешное создание, и полюби своей Бог отдал на казнь, на распятие своего единородного Сына Иисуса Христа. И в этом весь смысл человека. Если человек не спасет душу, ему лучше бы не родиться. После смерти только два места есть. Райское блаженство и вместе с дьяволом в огне гореть. Бесконечно. Спасибо, дедушка. Дедушка, командиры. Только глаза видать. Вылезти наружу. Вот так. Вот ружа. Вот руга. 81 год идет. Нифига себе. Как не ругаться? Только чтобы ни одного плохого слова. Понятно. Дедушка, зачем вы здесь сидите вообще? Я не просто дедушка. Я проповедник и миссионер православия. Мы говорим о Христе, чтобы люди здесь не развратищили, не губили души бессмертные. Все, я понял вас. Я понял. Не гублю. У вас есть желание поговорить о душе своей? Не, я это. Я больше атеист, чем все-таки верующий. А что такое атеист? Объясните мне. Ну, блин, как будто вы ни разу не знаете. Я знаю. Как вы понимаете. Хочется знать и туда уже забить. Я понимаю так, что люди, которые либо не верят, либо мало верят, либо слабо верующие. То есть, что угодно вы думаете, блуди, убивай, за это не отвечаете после смерти, да? Ну, я думаю, все-таки, наверное, души нет. Ну, главное-то что? Избежать возмездия за грех. Тут больше ничего нет. С Богом это хорошо. Во-первых, 90 с лишним процентов людей на земле верят в Бога. Так, дошел? Молодец. Дома уже? Да, вы только не доехали. Сейчас буду подниматься уже. Все, когда поднимешься, ладно. Выйдите по скайпу потом. Я же разговариваю. С Богом. Так. Да, да. А у вас в доме, где вы находитесь, вот такая книга есть? Нет. А вы знаете, как она называется? Ну, наверное, Библия. Ну, вот я даже прочитал. Вот в Святой Библии, Словом Божьим называется она еще, есть Священное Писание. Говорится, что Бог отдал за грехи людей Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, Которого распяли. Он взял наши грехи на себя, что мы веруя в Него, получили прощение. Ну и, а что ему от этого, от веры, от этой дает? Еще раз говорю, допустим, вас посадили в долговую яму. Вы должны. Взяли ипотеку и не можете рассчитаться, и вас посадили. И взяли, хватили столько, что никогда не рассчитаться. И вдруг человек, другой банкир, пришел и говорит, я его выкупаю. И заплатил и вывел вас. Что за этим? Так вот, больше в миллион раз сделал Христос. От вечной погибели спас. Наши грехи взял на себя. Написано, вот мы смотрим в Третьяковской галерее, явление Христа народу Иванова. А это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Он увидел Христа и говорит, вот агнест Божий, который берет на себя грех мира. И человек тогда живет во Христе. А сиянный благодатью Духа Святого. Его тянет на добрые дела. Он не будет ни наркоманом, ни пьяницей, ни табакуром, ни блудником. А я табаку. Ну и что, 12 лет выкинете из жизни своей. А последнее будете харкать туберкулезом. Раб, вонючие трапки. Это даже не табак. Это химия сплошная. Вы на меня смотрите, сколько лет думаете мне? Ну вы же сказали, 80 с чем тут. Вот, 81. Вот, и по милости Божьей, 57 лет иду этим путем. В 23 года мне Господь открылся. Дали в руки Евангелие. Ага. И жизнь началась другая. Полное страдания, искушений и радости. Это как, как, может быть, все это воедино? Ну вот как все воедино. Я опубликовал много произведений. 50 томов насчитал. И в том случае архипелаг ГУЛАГ. Меня посадили. Я сижу в тюрьме. Это тяжело. А кроме того, а я радуюсь там. Проповедую. Преступники каются. Стоят на истинный путь. Вот. И одновременно у меня как бы печаль. И одновременно радость. А туда не проникнешь никак. Там близко не подпускают. А тут я с ними вместе. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Это чего-то стоит? По-христиански умер? Да. С покаянием. Вызвал священника. Жена говорит. А у безбожника ничего нету. Нету. Пустота. Ничто. Он верит в пустоту. Можно сказать, не верит не то, что в пустоту. Верит ни в чё. Но это есть пустота. Там даже тени нету. Чего нету? Тень. Тень от человека падает. А там даже этого нет. Это разреженное пространство. И вот мы считаем второе послание Коринфянам 5.10. Всем нам надлежит предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А вы зайдите на наш YouTube. Открытым оком называется. Игнатий Лапкин. Это я. И вы там найдёте ответ на многие вопросы. У нас очень большой YouTube. 18 600 роликов. О, много как. Много. Больше нету столько в интернете. Во всём интернете нет никого. Сейчас на порядке. А то вершина. И там на всё ответ даётся. Ну, я понял вас. Ладно, ищите, которые там занимаются. Ну, вы запомните. Если у вас будет желание, вы в скайп зайдите, зарядите. Игнатий Лапкин. Запишите себе. Вам это очень сгодится. Хорошо, спасибо. С Богом. Сам откуда? Нет. Неоткуда. Из кухни в эту комнату зашёл. А, я так и понял. Вы вопросы задавать не можете. Спросить где, а то откуда. Откуда это с пункта на пункт Б? Ну, ладно. С какого города? Да не из какого, а где. Я нахожусь в городе Барнауле. Алтайский край. Российская федерация. Я из Дагестана. Город Дербент. Знаем. Были мы там с миссионерской поездкой. Миссионерской поездкой? Да. Там в центральных всех мусульманских республиках есть в библиотеках мои 38 томов. Мы проехали, 650 городов посетили. От Владивостока до Лиссабона. Прибалтика и Скандинавия. И чего добились? Подарили книги, которые считают люди, которые видели в библиотеке у Путина. Они в библиотеке Ленина, парламентской, исторической, в Москве только. И все они основаны на Слове Божьем. Я много преподавал в университетах. Ответ студентам. Согласно Библии. Святых отцов, канонов и житий святых. Жизненные вопросы. Там я отвечаю на 4124 вопроса. Красава, дед. Правильно делаешься. А ты не верующий? Я мусульманин. Ну что, мусульманин-то он же тоже на суде Божьем будет стоять? Я не разделяю религию. У нас одна религия. А как это не разделяешь? А говоришь мусульманин? Ну если ты мусульманин, ты эту книгу считаешь или нет? Ну у меня такую нету, другая есть. Ну хорошо, это считаешь, понимаешь, что написано? Не, не так нет. Ну вот какой же ты мусульманин? У меня на своем языке. У меня на своем языке. На каком? На даргинском. Ну считаешь все-таки? Ну да, на даргинском, да. Иисус кто для вас? У нас пророк, он... А откуда он пришел? Как откуда пришел? В нашем возрасте, вот в таких вещах. Мы пришли, чтобы свидетельствовать. Мы проповедники, миссионеры. Здесь находимся. Я уехал отсюда 10 июня, в день рождения. И в том году, были почти полгода, я 440 бесед провел больших. Здесь, вот в этом чате? Да, сколько людей пришло здесь, которые встретили. Мы, говорит, на вашем были ютубе, там на сайте. У нас очень большие ресурсы. Называется... Я вас понял. А что вы проповедуете? О Христе. То, что написано вот в этой святой книге. А, ну так можно и в церковь просто прийти? Да, можно пойти и в церковь. Но люди не идут, а они ищут другое удовольствие здесь. Тут половина людей голые и процентов 85 мусульмане. Ну, тут это, в настройках, по-моему, можно выставить разные страны, если я не ошибаюсь. А там одинаково. Я прошел эти страны, ничего нет. То же самое. И русские там такие же. Этот чат... Ну, я с вами согласен, да. Довольно странное, скажем так, место для таких занятий. Мне кажется, это уже какое-то психическое расстройство, что ли, у людей. Ну, то есть... Так они половина тут сидят, рукоблудем занимаются. Блудство показывают органы. То есть это место такое для этого создано. Чтобы на площадь не выходили, а блудились, сидели, пока не помрут. И все, едят, и пьют, едят, и пьют. Ну, я с вами согласен. Но, с другой стороны, если уж решили порукоблудить, то можно просто по интернету какие-нибудь фильмы скачать. Зачем здесь сидеть? Я вот этого не понимаю. Он ищет новые связи. Я мусульманам говорю. У тебя дома четыре жены. За каждую колым платить. А тут 44 голые сами просятся. И вы тут южные жеребцы на наших кобылах катаетесь. Ну, я вас понимаю. Да, есть, наверное, причины для недовольства какого-то. Ну, в любом случае, я вам желаю удачи в вашем деле. Если есть люди, которые к вам прислушиваются, это хорошо, конечно. Вы на наш можете зайти в YouTube. Он называется «Во свете Библии». Открытым оком. Игнатий Лапкин, это я. У нас очень большой YouTube. 16 800 роликов наших только. Мы строим... Сколько подписчиков у вас? А там немного. 41 тысяча. Я понял. Ну, роликов действительно много. Просмотров? Нет, 42 тысячи. А просмотров 41 миллион. Фига себе. Я понял. Вот если... Хорошо, хорошо. Я постараюсь. Раз знакомство. Да. Если по скайпу зайдете, допустим, поговорить надо. Тут-то немного. Игнатий Лапкин. Вы меня сразу найдете. С этими именами и фамилиями я один на весь интернет. Я вас понял. Спасибо. Удачи вам, Игнатий. Храни вас, Господь. Всего доброго. До свидания.